Ну а пока о торжественной церемонии в Кремле, куда пригласили более 40 человек, чтобы наградить государственными наградами. Вручение государственных наград – одна из самых торжественных церемоний, которые проходят здесь, в Московском Кремле. Многие из вас посвятили Отечеству годы упорной работы, безупречной государственной и ратной службы. Бажаев Муса Юсупович, президент компании «Группа Альянс». Ваше Величество, вы знаете, что я старик честный, старик прямой, я говорю правду в глаза, даже если она неприятна. Я ведь Ваше Величество стоял тут все время, видел, как вы, грубо говоря, встаете, слышал, как вы, откровенно говоря, смеетесь и так далее. Позвольте вам сказать правду, Ваше Величество. Позвольте вам сказать прямо, грубо, по-стариковски. Уважаемый Владимир Владимирович, дело в том, что в 90-е годы мы запомнились тем, что страна разваливалась, был развал экономики, развал всех культурных ценностей. Сегодня мы опять живем в великой стране. Вы не просто все это нарастили, остановили, еще вернули то, что принадлежит нам по историческому праву. Нам все благодарны, россияне. Вы великий человек, государь. Да нет, Ваше Величество, нет, мне себе не перебороть. Я еще раз повторю, простите мне мою разнуздность, но вы, Ваше Величество, великан, святила. Да ладно, ладно. Ух, король, ух, умница. Иди, дай я тебя поцелую. И никогда не бойся мне говорить правду прямо в глаза. Сураев Максим Викторович, космонавт-испытатель. Я в космосе провел 335 суток, но это за два полета, это не за один. И практически более 5000 раз облетел нашу планету. Я просто хотел бы поделиться этим, что, вы знаете, самая красивая, самая большая, самая великая страна с самым большим потенциалом – это Россия. Первыми в новый дом запустили опарыши. В Архангельской области, на родине ученого Ломоносова, переселенцев из аварийного жилья, чиновники отправили жить в таунхаусы. Но радость от новоселья была недолгой. Почти новые постройки вовсю гниют, а перекрытия кишат личинками насекомых. Все сгнило, все сгнило. А ведь домам нет и пяти лет. В 2015 году в них переселили 20 семей. Но самый неприятный сюрприз – жильцов новостроек ждал в эти новогодние праздники. На первом этаже вдруг стали проваливаться полы. Мы вскрыли полы, там было все в воде, мы всю эту гниль и всю эту вату муж с работником выносил, выливал где-то 300 литров. Утеплитель рассыпался деревянной балки с гнилей, а под ними завелись опарыши. Вот как выглядят полы в квартире, где еще не начался ремонт. Пригласили экспертов Общероссийского народного фронта. Правда, от властей получили не объяснение, а обвинение. Говорят, по вашей вине сгнили. Вы с них не чистили возле дверей, поэтому двери у вас сгнили. В отличие от чиновников, застройщика еще нужно найти. Олег Рашев – это директор подрядной организации, возводивший дома. После того, как скандальная история получила огласку, бесследно исчез. Телефон не отвечает, офиса и вовсе нет. Что вы не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия! Я могу сказать, что, да, нашим соседям, нашим якобы друзьям иногда, конечно, не всегда выгодно, когда Россия мощная, когда Россия стабильная, когда Россия великая. Росавтодор хочет официально разрешить дорожникам укладывать асфальт под дождем и снегом. Согласно новому ГОСТу, который сейчас разработал профильный НИИ, для неблагоприятных условий нужно будет просто использовать специальную технику. Это утепленный кузов, в котором перевозят горячий асфальт и подогретые катки. И вы знаете, что люди, наши граждане и народ вас поддерживают. С нами будет считаться только тогда, когда мы будем сами, когда мы будем велики, когда мы будем могущественны. Спасибо. В Томске сейчас разбираются в настоящей аномалии. От логики местных чиновников съехала крыша в многоквартирном доме. Здание, которому 100 лет, давно нуждается в ремонте. Его обещали сделать, но было нужно немножко подождать. 20 лет до 2038 года. Деревянные подпорки в подвале для того, чтобы дом не рухнул, поставили еще в 63-м. И заменить их обещают всего лишь через 19 лет, в 2038-м. Как раз в канун юбилея. То и трухе, что останется от жилища, тогда исполнится 150 лет. Но у стен в этом двухэтажном здании есть уши, шутят жители. Как только объявили о будущем капремонте, потолок сразу же рухнул. Смотрел, а передо мной прямо это открыл. И как из ветра эта земля посыпалась в этом месте, где, ну, где-то протекало. Теперь пенсионерка смотрит не на потолок, а на соседский пол. Боится, как бы и он не рухнул вместе с мебелью. Люди, не дожидаясь эвакуации, съезжают сами. Ребенка одного отдали родственникам. Сегодня вот второго привезем. Жена говорит, будешь спать на диване, мы с ребенком на полу. То есть, ну, страшной безопасности уже здесь нет, наверное. Российская наука, как и прежде, готова обеспечить национальную безопасность и технологическую независимость нашей великой страны. Мы создаем новые лаборатории и уникальные инженерные центры, которым подчас нет аналогов в мире. В числе ноу-хау, орбитальная зубная паста, аппарат для сбора космического мусора и даже вот такой летающий топор. Мы недавно рубили дрова, и у нас там был недалеко топор. И мы подумали, может, топор запустить? Отсюда и родилась мысль сделать летающий топор. И в этих центрах за честь почитают работать наши западные коллеги. Но не это самое главное. Главное в том, что мы научились создавать условия для того, чтобы наша молодежь не мыкалась по заграницам, а находила свое счастье и трудилась в России. Уровень оттока мозгов мы просто боимся отдать себе отчет. Хотя, на самом деле, один заказ ФНС делает это, у них великолепная IT-система делает это за пять минут. Вот малое время назад ко мне пришел парнишка, который ходил ко мне на семинар. Не буду вуз называть, но все его знают, конечно. И говорит, Александр Анатольевич, за что попрощаться? Вот я уезжаю в Лос-Аламус, я последний из группы, мама болела, я последний из группы, кто уезжает. Эмигрируют российские молодые люди с качественным высшим образованием в основном на Запад. В Росстате уверены, что доля таких людей в общем потоке эмиграции составляет от 30 до 70 процентов. В зависимости от принимающей страны. Данные зарубежных стран и результаты интервью с эмигрантами свидетельствуют, что последние семь лет наблюдается рост квалифицированной эмиграции из России. В среднем 40 процентов переехавших из России на Запад имеют высшее образование. Общая численность хорошо образованных российских эмигрантов около 800 тысяч человек. Бегство мозгов очень важно. Это не отток населения, это отток очень маленькой части населения, которая не считает себя востребованной. И это, на самом деле, на сомнение, один из огромных рисков. У нас демография, когда мы говорим о наших эмиграционных и демографических проблемах, мы говорим о важности эмигрантов, но у нас все-таки баланс такой, что протекают не квалифицированные, а утекают квалифицированные. И проблема не только в том, что утекают часто умные, а в том, что они предъявляют спрос на качественное образование и здравоохранение. В Институте демографии подчеркивают, что, несмотря на действующую уже много лет программу привлечения квалифицированных иностранных кадров, миграция в Россию не компенсирует утечку мозгов. Образованных людей в страну приезжает меньше, чем уезжает. И даже если у мигранта есть должное образование, вероятнее всего он сможет устроиться только на нетребующую высокой квалификации работу. Последний год Россия показала всем, что это не только страна, которая может принимать участие в огромном мировом процессе, а без ее участия этот процесс не мыслим. Мы за это вам признательны и хотим пожелать огромных свершений. И когда-то я сказал на прямой линии с вами, что за вами огромная карта России. Спасибо вам, что она существует в таком вот очертании, что она не похудела. В Хабаровском крае готовятся к пикету жители, которых лишили земельных участков. Их поля и пастбища находились на островах, а те стали за границей, частью Китайской Народной Республики по решению федеральных властей. И никакой компенсации. Украли нашу землю, ее у нас нету, все, можно крест поставить. Вот и все. На свои бывшие покосы и пастбища жители села Корсакова могут теперь любоваться только через реку. Большой Уссурийский теперь пограничная зона. А 79 участков, которыми владели селяне, вместе с двумя островами, были переданы Китаю. Несколько лет люди ждали компенсации, но на днях из Москвы пришел официальный ответ. Денег на эти цели в бюджете не предусмотрено. Просто денег нет. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Спасибо. Ралдугин Сергей Павлович, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки. Коротков Сергей Сергеевич, генеральный директор российской самолетостроительной корпорации «МИК». Великое время наступило. Та работа, которую мы провели в Сирийской Арабской Республике, она позволила сказать, что российское государство – это держава победителей. С нами стали считаться. Та политика, которую вы проводите, позволяет сегодня нам вмешиваться в международное расписание. Вы что, с ума сошли, что ли? Мы сами никогда не будем стремиться к конфронтации с нашими партнерами. Ни на Востоке, ни на Западе. Наоборот, будем делать все необходимое, чтобы строить цивилизованные, добрососедские отношения, как это и положено в современном мире. Мы не хотим раздела Украины. Нам этого не нужно. Ведь мы не просто близкие соседи. Мы фактически, как я уже много раз говорил, один народ. Киев – мать городов русских. Ой, дурак! Древняя Русь – это наш общий исток. Мы все равно не сможем друг без друга. Победа добывалась отвагой участников обороны древних русских столиц. Киева и Великого Новогорода. Потому что Харьков – русский город! Одесса – русский город! Николаев – русский город! Херсон – русский город! Днепропетровск – русский город! Донецк – русский город! Луганск – русский город! Севастополь – русский город! Киев – русский город! Киев – русский город! Киев – русский город! Всем спасибо. На этом акцию заканчиваем. Лужков Юрий Михайлович. Город Москва. Лужков Юрий Михайлович. Город Москва. Я вижу в вас человека, для которого понятия, честь, достоинство, совесть очень и очень близки. Позвольте мне, многоуважаемый Нурсултан Абишевич, поздравить вас с годом Ассамблеи народа Казахстана. Ассамблея – это ваше ноу-хау. Это сегодня особенно чувствуется, когда в других странах бушуют войны и конфликты. Рахметь сізге. Женістеріңіз көп болсы. Орденом за заслуги перед Отечеством 2-й степени награждены Жириновский Владимир Вольфович, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Послушайте, это же бред. Ну ведь бред, бред. Послушайте, что вы несете, что вы такое сочиняете? Ну бред же, ну бред. Орден называется «За заслуги перед Отечеством». У нас было три Отечества. Российская империя, Советский Союз и нынешняя новая демократическая Россия. У нас сегодня праздник, День Конституции. У вас тоже? Я, по крайней мере, лично, да. Я ничего антизаконного не делал. Я ничего антизаконного не делал. Почему? Все, все, все. Не понимаю. Пойдемте. Ну так, в конце. И мы иногда размышляем, какая идеология, какие скрепы. Но в 19 веке размышлений не было. И в Российской империи был самый лучший государственный гимн. Буквально четыре строчки. Боже, царя храни, сильный, державный, царствую на славу нам, царствую на страх врагам, царь православный. Боже, царя храни. Боже, царя храни. Продолжение следует...